Итак, товарищи, калибр, мой многострадальный калибр, который у меня прошел уже очень много, ему уже, по-моему, три года, ну не меньше трех, это точно. Я им работал активно в этом месяце, летом я этот трактор капиталил, у меня подшипники коленвала, сальники коленвала, коленокарбюратора, трубки топливные. И вот я им работал на этой неделе, вечером уже пилил с пива, и он у меня застучал. Сначала пару искорок вылетело из глушителя, звуки какие-то, удары в поршневой, и он потух. Я до сих пор не знаю, что там случилось, но давайте вместе посмотрим. Кто-то там написал в комментариях, то что, ух ты, бывает и так, то что проблема была, ну я предположил, в завышенных оборотах. Он у меня работал первый год, у меня тахометра не было, ух ты, на резьбовой герметике поставил, винтик кое-как его открутил. В общем, первый год он у меня работал, 13700 оборотов. Ну не первый год, там сколько, месяца 34. Зима он у меня работал в таком виде. Ну ничего, нормально. Потом на пилораме он у меня стоял. Если учесть, то количество топлива, эти нагрузки, которые он успел переварить, то я вообще не радужу. Не жалею то, что я на нем накрутил тогда обороты. То, что у меня в дальнейшем работал в районе 13000. Вообще ничего страшного в этом не вижу. Это пила для своего класса, для своей цены. Отработала эти деньги уже сто раз. Не знаете, летом открыл тогда поршневую, посмотрел. Ну все отлично. Единственное, что подкинул туда кольца, потому что... Ну раз открыл поршневую, почему бы не подкинуть кольца? Ничего плохого я в этом не увидел. Ну сейчас узнаем. Я думаю, как бы там не стопорное кольцо вылетело. Потому что может быть такое. Иногда стопорные кольца уже от усталости начинают перетираться. Такое бывает, периодически происходит. И не только на китайцах, на профки вот тоже происходит. Это естественный износ металла. Так, так, так. Ох, а поршневую прям вклинило капитально. Что-то сейчас с тартером попробовал ее провернуть, а она не проворачивается совсем. Придется разбирать полностью. Вот, кстати, шуруповерт, тоже браулер, Руа Мерлен. Тысяча рублей стоит. Попробовал на днях крутить им саморезы. Ну а все лето им крутил саморезы. А вон 50-й саморез загоняет и тухнет на середине. Я думаю, наверное, одна из банок легла. Пошел для проверки, поставил его на зарядку. Зарядил до полного. А свечка-то не закручена. Вот это поворот. Вот и вся проблема. Вот и вся проблема. Отломила кусок свечи. Дешевая свечка. Так что, жила бы эта пила и жила, если бы была хорошая свеча. Посмотрите, что интересно. Я ее, видимо, плохо закрутил. Ошибаются все. Я тоже ошибаюсь. Но как вы считаете, то, что я ее плохо закрутил, связано ли это с тем, что отломился кусочек этого электрода? Вот этот вот. Надо сфокусировать. Ну, я думаю, уже кому нужно было, те увидели, что и как нам произошло. Но главное, что это не подшипник. Я боялся то, что это подшипник нижней шейки шатуна. Я больше всего за это переживал. Потому что, я думаю, коленвал... Коленвал хороший. Коленвал просто офигительный. Он у меня отпахал. И ничего абсолютно по выработке я там не увидел. То есть он абсолютно целый. Обычно на них под звездочкой, где подшипник есть. Там какая-то каемка, натертости. А здесь нифига, здесь все целое было. Я даже понимаю, понимаю, почему свечка была не затянута. Проблема заключалась в том, что эта бензопила у меня простояла месяца 3-4 на этом столе. И я периодически снимал с нее запчасти. Делал я это потому, что много ремонтировал. И вот я ремонтирую бензопилу. Мне нужен карбюратор, допустим. Я его снимаю, кидаю на... на калибра. Кидаю на ту пилу, которая ремонтируется. Ремонтировалась, поставил обратно. Также со свечой. То есть я был абсолютно уверен в том, что пила сама по себе исправна. И, видимо, я ее где-то шутер взял, поехал работать. Она заводилась при этом с такой свечой недокрученной. Ну и так работал. Все-таки я, когда поршневую вставлю, стараюсь снимать эти рукояти. Они мешают сильно. Тем более ставятся они очень быстро. И этим вот мне китаец очень нравится относительно. 32-го китайца 50-го. Болок китайца простой. Так вот, шуруповер. Поставил на зарядку, полностью зарядил. А он все равно не тянет. Он показывает лампочка, там индикатор, то, что батарея заряжена. А он не тянет. Я с ним сейчас на сердскую приехал. Ну как, сейчас. Вчера вечером с ним приехал. Поставил его на зарядку. И он стал тянуть. Стал работать как раньше. Я вот брал, вот допустим, на 18 ставлю трещетку. Она вот так вот должна проскальзывать при заряженном полностью аккумуляторе. А она не проскальзывала. То есть, значит, мощность у него упала. Все дело, как оказалось, в том, что у нас там газа нет, отопление печное. Некоторые решили то, что дрова это дорого. Возможно, при наличии современных технологий есть сейчас инфракрасные отопители, разница отопителя. Чтобы экономить свое время, и деньги люди решили топить электричество. И, как следствие, напруга упала настолько, что, в принципе, на слово вообще и совсем перестал заряжаться шуруповерт. Я попробовал болгарку. А болгарка киловаттник. Не перепиливает даже ну, этому цилиндру уже пофигу. Не перепиливает. Бедный-бедный поршенек. Ай, блин, она попала. Подшипники коленвала. Ёлки-палки. Вот тебе и вот. Поршень целый. С одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. Есть небольшой задирчик. Абсолютно небольшой. Но, в принципе, он тоже целый. Интересно, куда именно попал вот кусочек. Блин, вот на это я как раз таки и не рассчитывал. Я думал, я быстро сейчас поршневую скину. Другую поставлю. все будет зашипеть. Ну, нет. В общем, глупости я совершил. Сейчас объясню, чем. Как только звук этот пошел, странный, надо было ее сразу же заглушить. Я ее сразу же не заглушил, я чушу газа ей дал в этот момент. Это все по глупости. Сейчас она поймала такого клина. Вот он где-то, где-то внутри. Так, ну, коленвал цел. И я вам скажу так, я смогу эти кольца расклинить и аккуратненько все это дело запустить. Цилиндр, вот как я его вижу, тоже не пострадал. Ну да, цилиндр не видит вот таких коцак серьезных я не вижу. Должен, по идее, работать. Ну, попробуем собрать. Посмотрим, что из этого выйдет. Кольца не залегли. Есть небольшой задир. Задир в верхней части. Ну, это мы сейчас расклиним аккуратненько. Сделаем. Будет он дальше работать. Какие-то кольца странные. Прям в канавках они сильно ходят. Прям сильно ходят. Ну, бензопила во всяком случае работала и добротно работала. Тянула после капиталки. Другой момент то, что я не вижу, чтобы этот кусочек кусочек вывалился. У меня было такое, что я бензопилу так вот собрал. Там летал кусочек я даже не знаю, чего пока в камере сгорания. И она постоянно у меня я ее заведу и она буквально через 5 минут длина дает. Я так 7 раз или 8 ее за вечер разбирал, собирал. Я так и не нашел этот кусочек, который где-то там летал. Я ее вымывал. И уже средства всякие покупал типа очистителя, карбюратора целиком ее заливал этим очистителем и бензином. И что я только не лил. Нифига. не помогло. Так у меня лежит этот картер. Думаю, нужно его до винтика раскинуть. Я тогда еще не практиковал половинить бензопилу. Это сейчас я чуть что их сразу разбираю на две части. А тогда я еще с этим как-то повнимательнее был. Поосторожнее. Так что вот мы с вами убедились в том, что дело было не в поршневой и не в стопорных кольцах. Кольца, кстати, на месте стоят. Дело было в свече. Это у меня первый случай, когда свеча вообще отрывается и улетает. Раньше такого еще не видел у себя. причем мало того, что свеча, здесь еще и кусочек кусочек вот этого белого керамики отводился. Что, буду собирать? Как соберу, расскажу. отрывается. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!